Все. Значит, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте, уважаемые слушатели и гости аудиовидеоблога врача-доктора-психиатра Джорджа Горбатова. Значит, я сегодня начинаю консультацию, вот, обычную в рамках моего этого проекта, консультация в обмен на разрешение со стороны пациента на размещение аудио-видеоматериалов, консультации на канале Ютуба при условии полной конфиденциальности. Вот. Значит, я пациентку эту знаю, вот, по-моему, мы с вами не беседовали, да? Здравствуйте. Беседовали, беседовали, да, но я уже не помню, по-видимому, давно, вот, значит, по сути дела, поскольку я только знаю, что вот текущее, что на текущий момент, значит, волнует и какие симптомы у пациентов, а о прошлом и так далее, и так далее, я мало что, конечно, уже помню. Поэтому для меня это будет, как бы, повторная, значит, беседа, заново беседа, вот, а поскольку мы с вами давно беседовали? В шестнадцатом году. Еще в шестнадцатом. Значит, уже, слава богу, почти что шесть лет, за шесть лет и я, значит, вырос как врач, вот, почему? Потому что чем больше ты работаешь, ты, значит, есть такая поговорка, век живи, век учись, да, все равно дураком умрешь. Вот, значит, скорее всего, возможно, я и внесу какие-то изменения в диагностику по сравнению, значит, с тем, с той первой беседой, которую мы провели с пациенткой в шестнадцатом году. Итак, сегодня у нас двадцать четвертое марта две тысячи двадцать второго года, сегодня ровно месяц, как моя родина, моя родина, да, я с Украины, вот, несмотря на то, что родился в России во время войны, вот, на сорок шестого по девяносто четвертый год я жил на Украине. В город Запорожье учился в Днепропетровске, последние двенадцать лет жил в Одессе, вся моя родня, вся моя родня, она вся с Украины, брат, конечно, жил в Москве, но он же это, значит, родился, кстати, тоже там, где и я, в России, но прожил всю жизнь в Украине. А уже в четырнадцать лет он поступил там в Москву в музыкальное училище, кончил консерваторию, но он уже умер, все. Ну, по крайней мере, вся родня у меня это все украинцы, вот, поэтому вот я посмотрел двадцать четвертый, вот, двадцать четвертого февраля начались, началась война, Хоть русская пропаганда говорит военная операция, но я живу за границей, я, скажем так, гражданин Украины, поэтому я называю вещи своими именами, это война, самая настоящая. Хорошо, значит, пациентка инкогнито, я хочу вас попросить, чтобы мне дали следующее разрешение, что вот я, пациентка там инкогнито или я мяре, разрешаю врачу, психиатру, доктору Джорджу Горбатову разместить аудио, аудио, видео, видео, потому что я включил на селфи вас, Я-то вас вижу сейчас в скайпе, но на телефоне вы и на видео, там, вот, ролике вас видно не будет, будет слышен только голос, ну, голос вы сами понимаете, вот, кто будет искать вас по голосу, тем более это все-таки он несколько изменен, вот, поэтому я прошу вас соблюдать все, значит, предосторожности, не называть имен, не называть страны, не называть даже валюты, вот. Почему? Потому что по валюте можно выяснить страну, вот, например, Тугрик, это уже Монголия, вот, Лария, это Грузия, Гривна, это Украина и так далее, поэтому даже и это, значит, не называйте, вот. Ну, прошу вас, значит, все-таки дать мне это разрешение, что я пациентка, там, инкогнито, разрешаю доктору Горбатову при условии соблюдения, значит, моей конфиденциальности разместить аудио, аудио, значит, материалы нашей с ним консультации на его канале в Ютубе. Спасибо. Значит, как немцы говорят, хинтергрунт, позади, вот, значит, пожалуйста. Я, пациентка инкогнито, разрешаю доктору-психиатру Джорджу Горбатову разместить аудиоматериалы нашей беседы на его канале Ютубе при сохранении конфиденциальности. Да, да, понятно. Все, спасибо. Итак, значит, начнем с паспортных данных. Сколько вам лет, пациентка? Мне сейчас 43 года. 43 года. Семейное положение я знаю, значит, не замужем, но есть ребенок, да? Да, да, у меня дочка. Дочка. Дочка в браке была рождена или? Нет, нет, она была рождена вне брака. Вне брака. Ну, это не суть важна. Хорошо. Так. И чем вы занимаетесь, значит, я знаю, конечно, но в целом, в целом ваша профессия какая? Я работаю журналистом. Журналистом. Все, где работаете и так далее, этого мы, нам это не надо. Значит, в настоящее время, я это знаю, не работаете. Находитесь на больничном, да? Да, да. На больничном. По-моему, по поводу ковида, да? Нет, по поводу депрессии. По поводу депрессии. Хорошо. Все. Значит, паспортные данные закончились. Вот. Теперь озвучьте. Я знаю ваши нынешние, скажем так, жалобы. Ну, я хочу, чтобы вы их озвучили. Значит, начиная с самого такого, наиболее беспокоящего вас симптома и понисходящего, ниже, ниже, ниже до самого такого безобидного симптома. Пожалуйста. После полученной травмы в ноябре, после сотрясения мозга, через 7-10 дней у меня начались мои достаточно привычные симптомы. Это появился неприятный запах в носу. Сначала это было приступообразно. У меня есть определенные ритуалы, которые помогают мне от него избавиться. А потом он превратился у меня уже в сплошной неконтролируемый процесс уже. И сейчас, на данном этапе, это все продолжается. Нет, подождите, подождите. Вы как-то говорите непонятно. Ритуалы, ритуалы против чего? Ну, против того, чтобы запаха этого не было. Ну, так, 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 пожалуйста, так и указывайте. Вот. Достаточно было, да, поплакать, полежать. Именно нужно это все делать лежа. Полежать или раздражаясь из носа, прочихаться, просморкаться. И это все дело проходило. На данном этапе эти все вещи не работают, что доставляет мне достаточно большое беспокойство. Можно даже сказать, панические такие настроения. И сейчас вот я могу сказать, что съездила в магазин, да, забрать там определенные вещи. И вот те запахи, которые я там чувствую, они вот достигают, вернее, даже они не дифференцируются, а просто вот сплошной такой какой-то вот крещендо противный стоит этот запах. И мало того, что он стоит, еще и вот раньше это была только одна ноздря, сейчас это уже во второй полости задействовано. Нет, подождите, а что за запах? Какой запах? Чего? Что вы ощущаете? Болото, значит, экскрементов, мочи, отхожего места, розы, запах розы, запах фиалки. Вот, что это за запах? Вот это вот какая-то определенная отдушка, да, вот того запаха, который находится там в помещении, или парфюму, или там, я не знаю, если вы одели с овощами, то есть это может быть там картошка. То есть я ее не чувствую вот именно как картошка, есть просто определенный такой вот оттенок. А сейчас сам по себе вот какой-то кислый такой запах и кислый привкус во рту, еще добавок, добавок от этого. Подождите, так у вас не только оказывается, значит, обоняние, но и обонятельные вот эти, это скажем так, это галлюцинация, или как хотите, так и назовите. Значит, обонятельная, значит, синестопатин у вас еще и вкусовая, да, еще и воржу? Если вот он, да, присутствует, то есть вкусовые, да, то есть я чувствую этот привкус на языке. Если я этого запаха, вот как я вам рассказывала, когда там поплакала, почихала, он прошел, естественно, никаких вкусовых ощущений тоже нет. То есть это у меня вызывает определенные мысли по поводу физиологичности все-таки этого процесса. Да, нет, ну глупости это, какой физиологический, вы понимаете, в физиологии, странность, одно странность есть, я слышу в одной ноздре, как это можно в одной, вот если бы у вас... Вот раньше было в одной, а сейчас уже в двое. Нет, подождите, ну вообще, как это может быть? Это, вы понимаете, если полностью заткнуть ноздрю, вот, вот так, чтобы, то есть, дышать одной, то, естественно, вы будете слышать. Вот, если вы дышите двумя, вы, поверьте мне, вы слышите двумя ноздрями, вот это и есть, вот это и есть вычурность, бицарность, вот это одной ноздри, понимаете, потому что органика, органика, это ж такое дело, органика совсем другое дело, вы уже обследовались, какая к чертовой матери органика, если вы на больничном листе находитесь по поводу депрессии, понимаете, забудьте об этом, это не органика. Это нервное. Это не нервное, это психическое, душевное и так далее. Вот что меня интересует в беседе. Значит, когда впервые появился запах, вот вспомните. Да, я помню прекрасно это. Вот когда, сколько было лет и при каких обстоятельствах, вот это важно. Мне было 23 года, это был апрель 2002 года. Мне позвонил мой тогдашний приятель, ну, скажем так, мужчина, да, попросил сходить к моей подруге, чтобы распечатать там какую-то дипломную работу. Я к нему вышла, а он курил. И на фоне вот этого курения у меня вот появился, то есть он сразу как-то в одной ноздре был искажен, этот запах. У меня сразу заколотило сердце, меня как-то паника обуяла. Я еле-еле с ним сходила, подруги не было дома, я вернулась, сразу легла, потому что мне было очень плохо. Нет, так подождите, подождите, я вас буду перебивать. Вы перенесли, вы перенесли приступ панического расстройства, приступ, значит, паническую атаку. Да. Сердце за это заколотилось. Да, паническую атаку одновременно с этим запахом. Подождите. Неправильно. Вы перенесли паническую атаку не от запах там табака или, значит, запах, значит, любой курящий, он пахнет табаком, а просто запах табака сопал с приступом паники. Вот механизм. А вы считаете, что запах, скажем так, вот этого сигарет или табачный запах, он вызвал у вас панику? Это ерунда, это исключается. Каким это образом запах табака мог вызвать вообще панику? Потому что он, я же говорю, что изменение обоняния, которое произошло в тот момент, то есть вот этот вот, как я вам уже рассказывала, что он становится, ну вот, как, как, сейчас я попытаюсь объяснить, вот сейчас, да, например, я могу зайти в ванну на, вот, в нормальном состоянии, я не чувствую там запаха особого там яркого выражения. Подождите, стоп, 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 уточнение, что значит в нормальном состоянии, а что значит в ненормальном? Ну вот сейчас я нахожусь в ненормальном состоянии, потому что я не могу от него избавиться и начать чувствовать нормальные запахи, которые я чувствовала всегда. Кстати, кстати, один вопрос, у вас образование есть? Конечно, у меня высшее образование. Что вы только нигде, а по какой специальности вы учили? У меня психологическое образование. Психологическое, вы психолог, да, вы не работали психологом? Я работала недолго, где-то около года я проработала. Ну, так вы должны понимать, если вы психолог, у вас есть, значит, это же университетское образование. Да, я знаю, это базовые знания, конечно. Да, 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 конечно, конечно, понимаете, а вы рассуждаете, вот, как будто бы человек, не имеющий вообще никаких понятий. Вы понимаете? Значит, проблема в общем, значит, насколько я правильно вижу, вы почему-то, вот это мы уточним дальше, у нас времени много, в 23 года, вот, при контакте с этим, разговоре с этим мужчиной, кстати, а что это за мужчина был? Это был посторонний, это был индифферентный мужчина. Нет, это был парень, с которым мы встречались какое-то время, но, по большей части, это была не эмоциональная связь, а сексуальная. Какая? Сексуальная. Ну, подожди, значит, сексуальная, сексуальная связь, значит, все-таки вы находились с ним в каких-то близких отношениях. Да, да, конечно. Так вот, какие у вас были отношения тогда? Все было в порядке, вы были счастливы, вы были довольны, там, сексуальны, не сексуальны? Я как раз-таки именно переживала тот аспект, да, что человек не видит во мне, как бы, партнера, да, вот, с которым можно идти по жизни, там, испытывает ко мне какие-то чувства. То есть он звонил или приходил ко мне, вот, когда ему нужно было, извините, сексуальную связь. Ну, если он видел вас самку, вот так грубо сказать. Да, да, грубо это самка. И все, да, 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 и так далее, понятно. Подождите, так вот, вас, это первый был такой партнер или нет? Это первый, это первый партнер. Так вот, в тот момент, вот, когда вот у вас возникла первый приступ паники и с этими вот галлюцинациями, ну, не галлюцинациями, назовем это синестопатии, значит, что такое синестопатия? Это, по сути дела, галлюцинация. Есть синестопатии телесные, вот, скажем так, вот, как будто бы мурашки ползают. На самом деле никаких мурашек нет, а человек ощущает, по сути дела, это синестопатия, и ее можно отнести к галлюцинации. Вот, почему? Потому что никто не ползает. И то же самое с запахом. Одно дело, запах, который присутствует, вот, запах табака, если он курильцем, это был, это был, конечно, никакая не галлюцинация. Там парфюма и так далее, и так далее, и тому подобное. А если этот запах возникает при отсутствии, вот, при отсутствии, вы понимаете, в чем вся проблема? Можно я вас перебью сейчас? Да, 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 конечно, конечно, перебью. Я вот сейчас попытаюсь вам описать, как это все происходит, то есть, такое ощущение, что вот рецепторы, да, обонятельные, вот, они настолько, как бы, перевозбуждены, что ли, да, что они, вот, при возникновении сильного, там, запаха жарящейся пищи, вот, табака, то есть, вот, именно такого интенсивного какого-то воздействия, они, вот, воспринимают эту информацию как-то хаотично, то есть, вот, они именно, вот, на высоком уровне, то есть, не сам истинный запах, а увеличивают его многократно, что он перестает, вот, быть реальным. Нет, подождите, 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 вот опять неправильно, значит, вот важный ключевой момент, что вы ощущаете запахи, но этот запах, значит, вы ощущаете в каком-то измененном, усиленном или ослабленном, ну, скажем так, вот после ковида человек плохо ощущает. Это, вот, это органика, он просто, он должен чувствовать запахи, а он запахи не чувствует или чувствует в очень-очень таком, значит, ослабленном виде. Вот это и есть органика. У вас что? У вас восприимчивость к запахам сохранена, но запах воспринимается либо очень в резкой, усиленной, вот, форме, вот. А теперь дополнительный вопрос. Может быть, в какой-то извращенной форме? Может быть, с каким-то неприятным оттенком? Да, 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 в извращенной форме с неприятным оттенком. Ну, скажем так, вот духи, хорошие духи французские, которые нежные, они же не резкие, в отличие от тройного, советского, помню, был такой тройной адекалон, а, или, скажем, кремлевские, не, не кремлевские, я уже помню, там, мама душилась еще в 50-е годы. Ландыш. Да никакой Ландыш, не Ландыш, вот там что-то, вот сейчас жена вышла, я бы у нее спросил. Значит, была Москва, или Красная Москва, или, в общем, духи были, только это же было страшное дело. И вот представьте себе французские духи, он же нежный такой, приятный, разные же оттенки. Так вот, вы его, как можете, вот если вам дать сейчас, ну, скажем, Шанель, да, 5, такой, самый распространенный, вот как вы его воспримите, что, неприятно или как? Это все-таки духи довольно приятные? Мне сейчас любые запахи неприятно воспринимать, потому что вот сейчас они у меня воспринимаются все время искаженно, потому что вот это вот, то, что раньше возникало на какое-то короткое время, сейчас остается постоянно. Подождите, так что, если реальный запах, вы понимаете, это не галлюцизм? Я реально запах там даже не почувствую, они уже будут искажены. То есть, значит, но запах обязательно должен, а если запаха никакого нет, у вас сейчас бывает стерильную камеру, вы почувствовали бы запаха или нет? Понимаете, я хочу узнать, значит, есть запах, но этот запах приобретает какой-то неприятный характер. В магазине, естественно, там и фрукта пахнет, и картошка, гнилая картошка вообще. Я вот сейчас сижу в комнате, где нет вообще никаких запахов, я проветрила помещение. Так, так, и что вы чувствуете? Он у меня все равно стоит в носу, я его чувствую сейчас. А что это за запах? Вот запах вот сейчас, вот мы с вами беседуем, запах чего вы ощущаете? Ну, это что-то кислое, я же говорю, что вот какой-то сейчас кислый запах и кислый привкус во рту. В общем, понятно, его описать нельзя, все ясно, все ясно. Значит, естественно, это не органика и так далее. Хорошо, как вы думаете, вот почему тогда вот в 23 года у вас произошла, вот произошел этот, это первый был приступ паники или нет? Нет, у меня до этого получилось так, что когда я училась в университете, а, подождите, если поговорить про панику, мне вообще было 7 лет, я легла спать, у меня начались какие-то экстрасистолы, сердце начало прыгать. Я просто ужасно испугалась, я вообще не могла понять, что происходит. Я прибежала на кухню к родителям, начала говорить, что у меня прыгает сердце, оно действительно вот экстрасистолы было, и они начали меня успокаивать, что вот все нормально, дали мне валерьянки, я заснула. И на вот этом фоне мама потом начала меня везде таскать по врачам, везде меня обследовать, что они там только не писали, какую-то там только ерунду. Потом все само по себе прошло, и мне возвращалось до 12 лет, когда умер дедушка. Подождите, стоп, стоп. Значит, первый приступ, вот, естественно, это была, опять же, паника, вот, но вы, да, но вы акцентировали на вот это экстрасистолы. В панике может быть тахикардия, может быть, тогда и экстрасистол не было, было просто учащенное. Вам, вы ребенок, 7 лет, короче говоря, вы проснулись, вы спали и проснулись, да? Нет, я засыпала. Да, засыпали, и в момент засыпания, вот, значит, первый приступ паники у вас произошел в 7 лет. Все, без причины, никаких не было мужчин, да, которые рассматривали вас там чисто в сексуальный объект, да, понимаете? Значит, значит, вот уже эндогенный компонент, это же эндогенный компонент, или нет? Ну, конечно. Вот, значит, хорошо, значит, до 12 лет все было нормально, значит...